МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Разбой, оружие, погоня. Водитель из Саратова стал жертвой нападения, задержанный с акцентом. Хэппи-слэппинг или радостное избиение. Откуда в России такое выросло? Осторожно, фальшивка, как и жертва, обладающая поддельной купюрой, не превратится в преступника. В последнее время тема борьбы с педофилами в России стала невероятно популярна. Правоохранительные органы еженедельно рапортуют о разоблачении десятков педофилов. Приходишь в ужас от факта, что наша страна занимает первое место в мире по числу таких негодяев. Задумайтесь, каждая третья жертва изнасилования – маленький ребенок. Этих, с позволения сказать, людей многие называют не преступниками, а потенциальными пациентами. Что в итоге? Государство тратит деньги на их так называемое излечение, в то время, когда все психологи единогласно утверждают, что данная патология не лечится. И через 2-3 года, а то и несколько месяцев, они снова на свободе. Мучители детей прекрасно понимают, какая жизнь их ожидает за решеткой в компании сокамерников. И часто надрывно и душевно доказывают необходимость именно лечения. Такую тактику для себя выбрал и Леонид Покровский. Преступник до последнего был уверен, что легко отделается. Эту историю рассказали многие рязанские журналисты. Виновник – отчим, жертва – маленькая девочка. Преступление произошло незадолго до нового 2013 года. Мама семерых детишек, один одного меньше, оказалась в больнице. Дети остались с ее сожителем. О том, что папа по-своему проявлял внимание к ребенку, следователям стало известно только спустя 2 недели. После возбуждения головного дела Покровский был задержан в порядке ст. 91 Уголовного процесса Кодекса Российской Федерации. После чего в отношении уже обвиняемого по ходатайству следствия по основлениям судьи Рязанского районного суда Рязанской области была избрана мера пресечения в виде исключения под стражей. К счастью, преступник не причинил физического вреда девочке. На момент совершения преступления он был сильно пьян. На следственном эксперименте повторял, что не помнит деталей, могли его услышать остальные дети или нет. Он так и не понял, какую травму причинил малышам. Следственным уровнем было налажено платформное сотрудничество с экспертными учреждениями города Рязани, сотрудники которых в кратчейший срок провели ряд сложных судебных экспертиз, что позволило сократить срок преревательного следствия до минимума. Также стоит выделить сотрудников революционного центра «Семья», которые на должном профессиональном уровне оказывали специализированную помощь детям, присутствовали при допросах несовершеннолетних, малолетних детей. И, как я полагаю, все вместе мы добились поставленной цели. Прежде всего вернуть детям свойственную беззаботность, и, если можно так выразиться, блеск в глазах, что не было на первоначальном этапе следственных действий, поскольку дети все были в курсе про решившие события. И, соответственно, это... Но не видели или просто знали? Кто слышал через стенку, кому рассказал потерпевший. Но суть проблемы они знали, и это на их состоянии психологическом отразилось. Экспертизами установлено, Покровский имеет целый букет отклонений на сексуальной почве от эксгибиционизма до педофилии. Тем не менее, в данной семье особой любви к детям до инцидента мама не замечала. И мама, и потерпевшая проявили девочкам, что 7 лет, они проявили стойкость характера, потому что наши девочки проводили тоже комплексную психологическую экспертизу, чтобы установить ряд необходимых вещей для следствия. Покровский до последнего надеялся, что разделит участь многих своих собратьев, а делается несколькими месяцами лечения. Суд назначил меры медицинского характера, но избавляться от патологий мужчина будет в колонии, где ему предстоит провести 12 лет. Согласно независимым интернет-опросам, жители стран Содружества поддерживают самые строгие меры наказания за педофилию, в частности, смертную казнь и принудительную кастрацию. Ведь после отбытия срока, а это в среднем, около 6 лет педофилы возвращаются домой, неизбежно встречаются со своими жертвами, они редко и начинают им угрожать. Хочется сказать только одно – загруженность на работе и личные неурядицы – не повод оставлять детей, с кем попало, а то и вовсе предоставленным самим себе. Спрашивайте, как прошел их день и чем они занимались в ваше отсутствие. Водитель из Саратова, разумеется, помнил, что дорога полна неожиданностей, но никак не предполагал, что за один день станет и жертвой для разбойников, и главным свидетелем для полицейских. Отмечу, что злоумышленники снова выходцы из Южных Республик. Все в лучших традициях – разбой, оружие, погоня. Подробности в репортаже Владимира Голева. В полдень в дежурную часть регионального управления внутренних дел поступил звонок от 29-летнего жителя Саратова. Молодой человек сообщил, что на федеральной трассе Москва-Челябинск в районе деревни Каменка стал жертвой разбойного нападения. Остановился на трассе, съехал на обочину, пошел в кусты. Когда поднялся, смотрю, ко мне подходят молодые люди кавказской национальности, кавказского вида. Начали угрожать мне оружием и просить деньги. Угрозы для жизни были действительно реальными. У него в руках было автоматическое оружие. Ну, как бы по образцу похоже на УЗИ, на израильский автомат, пистолет-пулемет. Начали мне угрожать, что убьем, если будешь рыпаться, отдавай все деньги. Забрав деньги, преступники скрылись на автомобиле «Лада-Приора» без намерных знаков. Я попытался его догнать, но почувствовал, что колесо спущено. И опять съехал на обочину, звонил в милицию. Дежурный немедленно ввел в Рязанской области план перехват. Наряды полиции блокировали все основные магистрали. Вскоре поступило сообщение из Шадского района. Получили информацию от дежурного о том, что позревает черная машина «Приора», разбой, кузов, седан. Во время движения по 348-му километру нам навстречу двигалась такая машина, залепленные стекла за рулем лица кавказской национальности. Передний номер был, цифра 5, была залеплена скотчем. Развернулись, проследовали за ней. На ближайшей АЗС остановили. Под предлогом написания административного протокола и проверки лиц по базе данных, доставили их на служебном помещении на 303-й километр. В то время, как инспекторы повели водителей и пассажира на пост ГАИ, двое пассажиров, сидевших сзади, выскочили из машины и бросились в кусты. Шадский отдел полиции подняли по тревоге, и вскоре в районе автовокзала беглецы были обнаружены. Мы войск разворачиваем и туда, к автовокзалу. Подъезжаем, да, действительно, люди пошли. Заезжаем за здание автовокзала, там уже наши сотрудники их задерживают. То есть совместными усилиями задержали. Задержанными оказались четверо уроженцев Армении, проживающих в Пензенской области. Почти все они ранее судимы. Судим? Нет. Был судим. За что? Погашена судимость. За что? 228, часть первая. При досмотре задержанной автомашины под капотом в моторном отсеке оперативники обнаружили пневматический автомат. По факту разбойного нападения уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемые взяты под стражу. Владимир Голев, Александр Пономарев, пресс-служба управления МВД России по Рязанской области. Направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении двух молодых людей. Сегодня организатор преступления, которому уже есть 18, заключен под стражу. Его младший сообщник находится под домашним арестом. Обвиняемые спланировали нападение на таксиста. Бонусом за дерзость стал автомобиль Рено. Они сели как пассажиры, попросили довезти их до одной из улиц города Рязани. Прибыв на место, один из них приставил нож к горлу таксиста. Вот второй сел за руль, и они скрылись на этом автомобиле. При этом таксиста они вытащили на улицу. Автомобиль молодые люди намеревались продать, скорее всего, на запчасти. Но так обрадовались своему призу, что совсем забыли о бдительности и решили сначала прокатиться. Они были задержаны сотрудниками полиции в тот же вечер. Меру наказания определит суд, но, согласно санкциям статьи за данное преступление, им может грозить до 10 лет лишения свободы. А мы, в свою очередь, решили разобраться, что провоцирует подростковую агрессию. Примеров, когда именно тинейджеры целыми компаниями нападают на прохожих, масса. В Европе вот уже несколько лет популярен такой термин, как хэппи-слэппинг, по-русски радостное избиение. Это современный феномен, когда преступники нападают на прохожих. Один из толпы подбегает к жертве и бьет в лицо. Иногда избиение происходит до потери сознания, после чего нападающий убегает. Обычно это снимается соучастником на видеокамеру или мобильный телефон. После изображения тиражируют с помощью социальных сетей. Подобная видеопродукция может нелегально продаваться на популярных носителях информации и в этом случае является видом преступного бизнеса. Не надо быть психологом, чтобы заметить, как хэппи-слэппинг захватывает Россию. Тем не менее, мы встретились со специалистом, который дал грамотное объяснение такому явлению. То, что сейчас происходит, и это не только у подростков, это в принципе нам свойственно. Благодаря ужесточению визуальной культуры, когда мы привыкли в телевизоре, в компьютере где-то еще видеть очень страшные сцены и чувствовать себя от них защищенными, отдаленными, то это повышает нашу допустимость подобных форм. Нам кажется, что это не настолько страшно. Казалось бы, нет ничего страшного в том, чтобы посмотреть художественный фильм с элементами борьбы и дракой. Но если по ту сторону голубого экрана герой упорно поднимается и каждый раз дает отпор, то в реальной жизни часто хватает одного единственного удара. Сюжетов об изготовлении и сбыте фальшивых купюр в наших программах было множество, но тема не перестает оставаться острой. Новые способы защиты только подогревают фантазию злоумышленников. Специалисты утверждают, что каждый третий человек хотя бы раз в жизни держал в руке фальшивые деньги, но даже об этом не догадывался. Давайте еще раз определим для себя, какая линия поведения правильная, если у нас оказалась сомнительная купюра. Исторические факты говорят, что фальшивомонетчики появились одновременно с первыми металлическими деньгами. Самая старая подделка – это копия серебряной монеты 6 века до нашей эры с греческого острова Эгина. Выполнена она была из меди с серебряным покрытием при очень высоком техническом исполнении. По современным понятиям, это вовсе не фальшивка, а монета меньшего достоинства. Во времена, когда деньги обладали реальной стоимостью, равной весу золота, серебра и меди, содержащейся в них, фальшивомонетчики применяли более дешевые сплавы или делали монеты меньшего размера. Причем оба эти способа практиковались в первую очередь самим государством, князем или лордом. В настоящее время фальшивую купюру легче всего встретить в местах с интенсивным товарно-денежным оборотом, не оборудованных контрольными аппаратами, например, в дешевом кафе, в транспорте, на рынке, на пляже и так далее. Следователи советуют внимательнее относиться к купюрам, которые вы кладете в свой кошелек. Само качество бумаги, как бы ни старались фальшивомонетчики, они не могут ее придать аналогичный вид, такой же, который выпускает госзнак. Они могут только различными учащрениями попытаться приблизить ее, либо визуально, либо тактильно на ощупь, к этому качеству. Но тем не менее, все равно она остается бумагой, даже после проведения определенного ряда мероприятий. Представим такую ситуацию. Мы пришли домой из супермаркета и обратили внимание, что одна из купюр вызывает недоверие. Казалось бы, прошло всего несколько минут. Можно ли ее вернуть к кассиру? Вы идете назад в магазин, просите ее воспринять. А продавец, естественно, возникает вопрос, а та ли это купюра, которую он вам дал. А может быть, вы сами пытаетесь ему сбыть. Поэтому к этому вопросу надо относиться с пониманием, как к одной стороне, так и к второй продавец-покупатель. И самое лучшее просто себя безопасить. Пример номер два. Вы уже на кассе попросили обменять полученную сдачу. И услышали в свой адрес громкие комментарии продавца. Это самая лучшая защита, в кавычках, разумеется, от тех, кто не позволяет попирать свои права. Настаивайте, требуйте, зовите администратора, ссылайтесь на закон. Поверьте, никому не хочется ломать привычный график лишними разбирательствами, тем более с участием сотрудников полиции. Впрочем, есть и другой, как раз обратный пример. Мы заметили в кошельке фальшивку и сознательно понесли ее в магазин. Похожий случай произошел с одним из рязанцев. Фальшивку он нашел среди денег, занятых у друга. Покупатель осмотрел эту купюру, побоялся того, что при возврате денег своему знакомому тот скажет, что он умышленно заменил ее, и при этом, не захотев нести какие-то материальные для себя потери, ничего лучшего не придумал, как пошел в ближайший магазин и попытался приобрести на нее какую-либо вещь. Как законопослушный гражданин, вы обязаны порвать фальшивку. И никто, к сожалению, эти финансовые потери не возместит. А вот если банкомат настойчиво возвращает некоторые купюры, не стоит сразу бить тревогу. Это всего лишь запрограммированная машина, которая может не распознавать новейшие способы защиты. В этой ситуации банкомат ее рассматривает как купюру, потенциально непонятную для него, в связи с чем не принимает. Но это еще не является основанием, что она поддельная. Если вы пришли, попытались купюру непосредственно положить в банкомат, он их какие-то вернул, самый лучший вариант с этими купюрами – тут же зайти в банк, потому что, как правило, банкомат стоит по месту расположения филиала или кассы, и попросить их проверить. И не забывайте, главный козырь мошенников – не их так называемое мастерство, а наша с вами невнимательность. Как сказал Нострадамус, жизнь – это череда выборов. Вот и не делайте их сгоряча. На сегодня все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!